Привет, дорогие друзья! Первая часть нашего общения с представителями нацкорпуса, причем с высокопоставленными представителями нацкорпуса, вызвала наиболее обговорение. Это очень хорошо, вы знаете, что есть разные мнения, что есть дискуссия, это прекрасно, я считаю. Ну а мы продолжаем, и продолжаем мы с того, чем закончили в прошлой части, с того, что наметился некий раскол. Ну, не настолько явный раскол, может быть, он не касается рядовых членов, но, тем не менее, на уровне руководства ВО «Свобода», С-14 и нацкорпус, ну что-то не так ладно, неладно. Вот мы и продолжаем уточнять, в чем дело. Кстати, не нужно так говорить, что манифест не работает, и, собственно говоря, националисты не едины. Националисты – это не руководители партии, во-первых, давайте так, это не те пять человек, которые что-то подписывают. У нас очень хорошее отношение с рядовыми свободовцами и правосеками, да, представителем правого сектора и представителями других организаций на местах. Собственно, вот просто и профильниками, да, сторонниками и рядовыми членами. То есть, это координация и объединение продолжаются. То, что там лидеры и спонсоры отдельных политических сил хотели превратить объединение просто в поглощение всех остальных под свой бренд, ну, это не значит, что объединенный процесс националистов прекращен. Нет, он будет продолжаться, ну, это такой неприятный эпизод, который уйдет. Ну, если более скрупулезнее в этот вопрос вникнуть, то то, что мы диктовали с начала создания нашей организации, мы выполняем. То бишь, мы видим кандидата в президенты, человека, который является не на словах, а на деле националистом. Мы видим того человека, для кого лозунги не важнее, чем дело. Для кого дело важнее, чем лозунги. Мы видим того человека, который бы стал объединенным кандидатом от националистов. Мы видим человека, который был бы реальным военным, который бы реально отдавал бы, провел какую-то часть жизни, либо отдал частичку себя в построении той или иной структуры, либо на войне, будучи солдатом или офицером. И, в принципе, на сегодня, мне кажется, что мы следуем своим убеждениям, постулатам и следуем своим словам в принципе. И мы будем поддерживать исключительно этого кандидата, который будет в такой оболочке, в которой мы видим его. Но, тем не менее, если у вас союз, должно же быть какое-то нормальное общение друг с другом, и как-то должны были сесть и договориться, и выдвинуть единого кандидата. Так это и есть нормальное общение. Союз есть, все правильно, только союз не состоялся в том моменте, когда коллеги начали рушить определенные определенные обвинения. Давайте будем честно говорить. Это было, собственно, после подписания манифеста, была нормальная координация работы. Собственно говоря, и при своих акциях пользовались нашей помощью, ресурсами национального корпуса с удовольствием. Собственно, мы все предоставляли. И, собственно говоря, всегда говорили, что общие акции, всегда были, ну, это Робион был участником этих переговоров. Переговоры велись до какой-то определенной точки, да, а потом просто вот... Ну, опять же, не хотелось бы выносить ссору из СБ. Тем более мы об этом много говорили. То, что происходит там внутри нашего, так сказать, структурного, да, там, строения, ну, к сожалению, то, что мы обещали нашим, нашим активистам, да, нам пришлось извиниться, и, к сожалению, мы не хотим их обманывать дальше, говорить, что все нормально. Нет, у нас не все нормально. И, к сожалению, то, что сейчас делают наши коллеги в прошлом, да, это нездоровый популизм, и то, что сейчас происходит в их рядах, оно не пойдет на пользу. Эта ситуация очень сильно напоминает, наверное, ту ситуацию, в которой и они были в 90-х рядах, когда они, создавая общество свободы, да, там, ВО свободы и тому подобные организации, говорили, что они молодые, и, на самом деле, они за их ряду далеко смотрят, и все, что они организовали, оно не выйдет. Время меняется. Тут нужно сказать, что мы не враги свободе, они не враги нам, мы просто, мы действительно, они националистическая политическая сила, как и мы, единственное, что нам кажется, что они в этом конкретном эпизоде ошиблись, ну, так бывает, люди все ошибаются. А касательно аналогии, совершенно верно, он сказал по поводу того, вот, когда создавалась свобода, над ними потрунивали все, какие они молодые, как сейчас, вот, в общем, я не знаю, почему это считается минусом, что молодая партия, хотя за молодежь и будущее, молодежь действительно самая активная часть населения. А свобода сейчас, вот, знаете, я давно слежу за политической жизнью Украины, она очень сильно сейчас напоминает ее путь, это путь, который потом, на который встал народный рук в свое время, когда они с диктаторских таких позиций диктовали условия другим, своим коллегам, партиям, мы говорили, собственно говоря, любой союз только на наших условиях, потому что мы древние, у нас там столько лет история, у нас Черновилл, у нас там, у нас куча организаций на местах, у нас куча местных депутатов, все тоже сейчас свобода говорит. Ну, вы видите, где сейчас народный рук оказался, они просто закрыли дверью перед молодежью, и это была ошибка. Ну, мы надеемся, что свобода увидит эти свои ошибки. Много представителей свободы, в том числе, задают вопрос, ребята, а почему мы не вместе? Наши активисты тоже задают эти вопросы, только у нас на данный момент исключительно сильная оппозиция. Мы не стесняемся говорить, то, что мы считаем, мы не стесняемся говорить, что наши партнеры не правы. У них какая-то другая история. То есть вы политически чуть-чуть разошлись в этом плане? То есть у вас свой кандидат? Политически, да, идеологически нет. Вот тогда вы делали. Да, совершенно нет. А если идеологически нет, то почему тогда на тот же день рождения Степана Бандеры вы уходите своим маршем, свобода и другие... А, это было классно, кстати. Спасибо, да. Это же идеологически близко. И те уважают Бандеру, и те... Так, а почему тогда вместе не пройтись одним маршем? А нет ничего плохого, чтобы двумя компаниями праздновать день рождения одного хорошего человека? Нет, так вы отдельно. Смотрите. Отдельный марш. Отдельный марш, да. Оно так и происходило. Действительно, это правда, что марши были отдельными. Но, как вы заметили, концепция этих маршей, концепция этих мероприятий, она была совершенно разной. То есть если мы видели то, что проходило, свободы, это была классика, скажем так, факела, куча людей, первого числа, грозные все. Ну, это то, как и всегда празднует свобода, и как празднуют националисты этот день. Ну, и мы так хотели, да, но мы еще... И мы так хотели. Мы хотели. Но в этот раз мы хотели показать то, что такая личность, как Степан Бандер, такая дата, как первое число, это является не той датой, где выходят исключительно националисты и так далее, и тому подобное. Это является той датой, когда выходят обычные люди, когда люди, понимая... Ну, мы хотели праздновать. Да, понимая важность этого события, к нему идут исключения с позитивными мыслями. И в этот день мы хотели дарить именно позитивные эмоции и рассказывать про этот день именно так позитивно. Знаете, сколько мы конфет раздали детям? Классно. Чтобы к этому мероприятию присоединились не только взрослые и националисты, но и дети, их родители и тому подобные вещи. То есть это являлось, с одной стороны, и образовательным, и позитивным мероприятием. И в контексте общих празднований новогодних было бы очень классно. И в таком ракурсе мы видим. И я думаю, что если мы видим в таком ракурсе, нас никто не имеет права осуждать. Бандера, ну Бандера это национальный герой, собственно, на все времена. Но говорить исключительно о Бандере, исключительно его словами сейчас в 21 веке, ну это немножко уже не актуально. Потому что Бандера был, это опять-таки, это Андрей Ивенджи потом говорит, что Андрей Белецкий, господи, Степан Бандера, он был актуален в 20 веке, когда там на западную, западная Украина была аграрным обществом, восточное это зарождающимся индустриальным обществом. Сейчас мы живем уже в обществе постбандерна новых технологий, и мы должны идти в ногу со временем, и националист должен быть актуальным, национализм разным, медийным, интерактивным, современным. Собственно, над чем мы и работаем. Поэтому и вот этот праздник 1-го числа, это тоже как бы наш такой ответ на вопрос, вот в чем ваша современность. Ну в поиске нового. Мы можем, может кому-то не нравится, можем чем-то ошибаться. Кем для тебя является Бандера? Кем он для тебя является как истерическая личность? Почему вот вы даже 1-го числа выходите или там вообще в принципе разговариваете про этого человека? То, что является важным, и то, что хотел бы ретранслировать в принципе, и то, что про что мы говорим. Этот человек не стеснялся, а наоборот боролся за свое. И свое он никому не отдал. И в данный момент это является одним из самых главных, скажем так, лозунгов, которые я перенимаю в том числе. Мы не перестанем бороться со своим. И то, что сейчас мы культирируем в ума, это является вот этими тезисами. Смотрите, есть большая часть людей, которые не отличают одну националистическую организацию от другой. Чем отличаются акции национального корпуса от всех акций, которые есть? В большинстве случаев наши акции заканчиваются определенным результатом. Ну, то есть, если мы выходим на акцию, требуем о каких-то изменениях, то изменения происходят. И эти изменения не происходят в том разрезе, что мы пришли и вымогаем. И они не происходят только лишь в том ракурсе, что мы собрали кучу наших активистов, вышли, в некоторых случаях снесли забор, в некоторых случаях просто пометинговали, ну и тому подобные вещи. Это определенный процесс. И процесс этот начинается с юридической работы. Процесс этот решается с агитационной работы. Рассказать людям о проблеме и услышать их мнение продолжается в том числе и социология. Интересное или неинтересное решение этого вопроса. И после чего акции переходят в фазу акции, скажем так. Мы переходим к акциям прямого действия лишь тогда, когда все инстанции и все юридические пути закрыты. И просто-напросто все упирается либо в какие-то коррупционные составляющие, либо в какие-то там запреты или политические интересы тех или иных людей, которые просто-напросто блокируют. и вакализируют эту проблему, отставляя на второе, третье, десятое место. Или, как всегда, у нас в стране любят придумывать какую-то другую проблему. И тогда, чтобы привлечь внимание... И ставить глаза на то мероприятие, которое идет. Ту проблему, которая не решается. Кстати, а вы можете привести пример? Вы говорите, вот под одну гребенку гребут все националистические организации. Кто кроме национального корпуса проводил какие-то действенные акции или вообще проводил какие-то масштабные проекты за последние два года, будем говорить, когда создался национальный корпус? О каких действенных акциях вы говорите? Ну, например, смотрите, например, мы уже фактически добились принятия закона 3433 о предоставлении украинского гражданства иностранным добровольцам, которые воевали в украинских добровольских батальонах, и не только, в регулярных частях тоже. Это под давлением национального корпуса абсолютно было сделано. Он уже вынесен во второе чтение. Прошел первое чтение, это законопроект за авторством, в том числе Андрея Белецкого. И без давления национального корпуса это было бы просто под сукном у порубия похоронен бы законопроект. Потом создание Министерства ветеранов тоже огромная, на самом деле, заслуга в этом Азовского движения в целом. Я не говорю только национального корпуса, потому что ветеранской братерству, к этому были причастны и национальные дружины, и наши депутаты, Андрей Белецкий, Олег Петренко. Это была общая работа, агитационная, медийная в том числе. Это, собственно говоря, тоже уже конкретный результат. Конкретные результаты по закрытию сотни алкоточек, реально, которые, ну просто вот, это так звучит, кажется, что эта проблема не серьезная, но если выйти на улицу, то эта проблема очень серьезная. Нас всего лишь сейчас половина от всех. Буквально еще немножко времени, но нас станет больше, чем половина. И тогда мы сможем... Тогда трудно будет нас с кем-то путать. Да, 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 совершенно верно. Тогда трудно будет нас с кем-то путать. И это является фактом. К примеру, та тенденция развития, которая сейчас есть в Азовском движении, начиная с 2014 года, заканчиваем с сегодняшним днем, это сумасшедшее развитие, сумасшедший приток людей, приток тех людей, которым интересно, приток тех людей, которые готовы на себя брать ответственность, приток тех людей, которые готовы стать лидером, и приток тех людей, которым небезразлично будущее в нашей стране. Поэтому очень коротко и лаконично отвечу. Буквально скоро настанет еще больше, и тогда нас вряд ли можно будет... С кем-то путать, да. 19-го числа на Крещение, как раз. Этот день ведомщина... В Москве много лет назад убили представителей левого движения Бабурина и Маркелова. И это для представителей левого движения, скажем, по всем бывшему СНГ, это повод в этот день собраться и, собственно говоря, помитинговать на тему ультраправого движения. Это вот у них один день в году такой есть. Почему мы там не были? Потому что туда и не нужно было приходить, но потому что зачем? Создавать лишнюю картинку. Если бы туда не пришли отдельные группы правых, об этом бы даже новости не дали. То есть это был митинг пустой абсолютно. Эти люди, вот организации, я просто знаю многих, знаю там даже журналисты, которые пришли, левых взглядов. Эти люди, они ведь выступают... И вся леваческая их деятельность заключается только в критике правых. Мы их не замечаем, мы их не критикуем, мы на них не нападаем. У нас есть много чем заняться, мы об этом говорили, куча проектов. Они же занимаются только критикой правых. Абсолютно. Причем, ну, очень часто неоправданной, очень часто искажая действительность, очень часто, как бы, даже вот представители СМИ, либеральные, как принято сказать, принято говорить, они там освещают тот сюжет, не спрашивая нашего комментария. Ну, это часто бывает, мы с этим часто... Ну, формулировка довольно-таки неплохая. Террор. Террора мы не чувствуем. Критика, да, она присутствует, но это нормально, всех критикуют. Поэтому это акция, на которую просто можно было ей пренебречь. Что мы сделали, собственно, и правильно сделали. Ну, другие националисты пришли. Ну, какие? Ну, вот вы говорите, опять-таки, мы не можем за других отвечать. Нет, я 93-го года рождения. Все, что я видел с начала своей жизни, это разруха. Условно говоря, разрушился старый устрой, который был. Начал производиться какой-то новый устрой. Начали рушиться заводы. Начало происходить... Ничего хорошего в жизни не видел. Куча революций, да, в том числе. И 14-го года. Заканчивая все полномасштабной войной, по факту, которая есть, на которой я потерял друзей. Так вот, на протяжении всей моей жизни я наблюдал вокруг себя разруху. Все рушилось, все старое начало рушиться, но новое никто не создавал. И мы... Это одно из наших, я хочу заметить, идеологических вещей. Мы настроены на создание. И то, что мы сейчас диктуем, это создание. Это создание новых организаций, создание новых проектов, создание новой инфраструктурной площадки, создание новых позитивных мыслей, которые направлены исключительно на это. Коротко, мы поступали за военное положение. Потому что это логично. С 14-го года, азовское движение, сейчас выступаем. Ну, конечно, не за тот военный стан, который вот этот был на месяц. Но мы вышли, продекларировали свою позицию, что это нужно стране, что это не должно быть политической игрой. Естественно, мы не можем повлиять на процессы, потому что мы не находимся при должностях. Мы можем повлиять только на общественное мнение, и то нам глушат периодически. Очень важно, что, если вы помните, в пятницу собрали РНБО, там что-то они проголосовали, все мляво ответили, что они за военное положение готовы. Муженко порапортовал, что давно пора. Ну, чистый цирк. То есть, ну, да, про что мы говорим. Извините, это было в четверг, и уже в пятницу тех людей, которые готовы были поддержать такое системное решение, как военное положение, то количество молодежи, которые готовы воевать за нашу страну не только на фронте, но и на гражданских направлениях, те люди, которые готовы брать на себя ответственности и созидать, их вышло около двух тысяч. То есть, наших симпатиков, наших активистов за одну только ночь. Ну, то есть, да, вы там умеете. На самом деле, для меня это очень важно, сакрально важно, что много молодежи в этой ситуации, и молодежи этой не безразлично то, что происходит у них под боком, и они видят определенную визию в будущее. То есть, они понимают, что тут они будут учиться, тут они будут работать, и тут им зародить семьи, и они хотят решить этот вопрос. Да, может быть, для молодежи это сельском радикане, идти воевать там и так далее. Ну, то есть, в меру своих, там юношеских амбиций. Но, давайте смотреть правде в глаза, если не сейчас меняют, то когда? Завтра, послезавтра? Я правильно понимаю? То есть, вы хотели, вы выходили за то, чтобы было, ну, введено военное положение, но при этом положении, чтобы прошли выборы, да, то есть, чтобы выборы все-таки состоялись, не переносились, и военное положение при этом было, я правильно понимаю? мы говорили о том, что системное решение ввести военное положение, оно было важным еще с 14-го года, и то, что его должны были внести, ну, порядок датный, это все важно. То, что они догоняют поезд, ну, это другая история. Про выборы вопрос. Конечно, во время военного положения не проходят выборы. Ну, слушайте, у нас закон меняется по желанию как бы руководства страны любой, у нас и генпрокурор без образования становится генпрокурором, и по желанию можно отменить выборы в отдельных областях, и, собственно говоря, много других интерьеров, и снимаются премьеры, вот так по щелчку, поэтому поменять закон было бы, в общем-то, не проблема. Вопрос в том, что, при желании, вопрос в том, что мы должны были высказать как национальный корпус свою позицию, что потом вы, журналисты, нам не говорили о том, что вас нет в медийном поле. То есть, Украина, когда вы говорите, Украина готова, украинцы готовы, у нации еще достаточно сил, украинцы готовы защищать, как бы, Украину и свою страну, свой дом, и это показывали и волны мобилизации, и те, ну, мобилизации, то такое, количество людей в добробатах, и, ну, Родион об этом намного больше может рассказать, сейчас просто это не та тема. То есть, украинцы готовы, уровень патриотизма, уровень, как бы, готовности защищать страну есть. Вопрос в том, что под видом военных реформ проводятся такая витринная, витринная реформы, да, когда кое-как там, как, опять-таки, Андрей Берецкий когда-то говорил в интервью, что мы кое-как, как во вьетнамской или тайваньской армии одели солдат, ну, да, это есть, накормили, ну, да, слава богу, тоже пойти хорошие, там, Бюрюков, что-то выкидывает этот еще человек у себя в фейсбуке, в смысле. Вот, а что касается обновления, там, техники, обновления, ну, я не буду об этом путь с военной специалистой говорит, но военные об этом скажут, как бы, намного лучше. То есть, как бы, люди готовы защищать, Украина готова защищаться и Украина не сдаться, конечно же, но вопрос в качественной подготовке армии и качестве проведения военной реформы, но это должно быть, для этого у руля, как бы, государство должен быть человек, который заинтересован не в заработке, а заинтересован в действительной военной реформе, кто в этом разбирается. А, как бы, Порошенко в этом разбирается на уровне создания бронированных катеров на бывшей Ленкузне, которые, как мы знаем, в этой войне абсолютно и не нужны, но они продаются. Ну, то есть, это долгий разговор, знаете. Есть такой человек, Аркадий Бабченко, он очень патриотическую позицию высказал по поводу ситуации на Азовском море, по поводу вот этих кораблей и так дальше. Вы на своей страничке нелестно отзывались о нем. Или типа потом живой оказался. Что? Мы пытаемся, я бы, интересно. Да, Родион не знает, кто это. это и не надо его знать особо. Я завидую Родиону, что не знает, кто такой Аркадий Бабченко. Он там написал, что это наше море, мы по нему ходили и будем ходить. А чем вам не нравится это выражение? Он же патриотический настрой. Так он, он же россиянин, он русский. Он приехал сюда и, собственно говоря, учит людей жить абсолютно. Ну, я понимаю, зачем вы этот вопрос задали. У вас особая вашего канала любовь к этому персонажу. Вы хотите, чтобы я повторил многие сюжеты Анатолия Шариана эту тему. Поэтому я скажу коротко, что, собственно говоря, Аркадий Бабченко, я скажу не так, как сказал социальная страница, Аркадий Бабченко не имеет вообще никакого права говорить о Азовском море как наше, наше это чье, но он не украинец, да, и вообще учить жизни, он там, ну, кого-либо, называть себя, собственно говоря, каким-то светочем в журналистике, тем он давно перестал быть, на самом деле, просто я это знаю точно. Человек, который, ну, вообще должен говорить спасибо, что его тут приютили в Украину, и он сидит себя спокойно отдыхая, то, ну, вот поэтому я так резко и высказался.